А сегодня намного холоднее, чем вчера. Хотя обещали наоборот. Велик стоит, чуть-чуть подупал у меня в моем гараже. Сейчас до конца проснусь, чуть-чуть печатаю и думаю на велике покатаюсь. И какой-нибудь ролик маленький сниму. Забыла рассказать, какая у меня первая задача, это открыть все парники. Один я уже там открыла, сейчас вместе с вами открою еще два. Тут у нас помидоры. Первый парник я открывала, там у нас были огурцы. Сейчас на щеколочку, на щеколду. Сейчас покажу наши помидоры, которые в принципе не растут, не очень-то и понимаю, почему. А, нет! Смотрите, как их много. Один прям уже красный-красный все-таки растут. Нет, два даже. Здорово! Сейчас пойдем открывать перчики. Так, ну а вот и перцы. Тут вообще какая-то система, достаточно тяжелая, чтобы открыть. Поэтому с одной рукой не справлюсь. Открыла. Все, расплела свои косички. Переоделась, я готова. У собой случилась паника, она потеряла маму. Она даже не заметила, что заснула в доме одна со мной и теперь оглядывается и пытается дойти до мамы. А мама-то в другом доме. Мы такие вот. Каждый живет в своем доме. Где мама? Где мама? Где мама? Где мама? Где мама? Нет, мама нигде. Побежали быстрее. Где она? Где мама? Где мама? Смотрите, ищет направо-налево, смотрит. Она всю кровать просмотрела, представляете? Попросилась на кровать, чтобы посмотреть, есть ли она там или нет. А она в этом доме. Вот, 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 счастливая бежит, бежит, бежит встречать. Там мамы, да, там мамы. Давай постучи, а то мамы закрывают все надо. Счастливый пес. Смиросики. Ну, опять сейчас мы с Милочкой чуть позагораем на солнышке. Сейчас покажу свой стиль. Кибер-убийца. Кибер-убийца-чтец. Да. Дочитываю книжку. Она уже просится. Оп. Беги к своей маме. А я еще чуть почитаю, а потом пойду завтракать. Федя, еще возьму мячик. Старенький. Для того, чтобы взять мячик, мне надо будет взять пакет для мячика. Поэтому мы сейчас пойдем в баню брать пакет. В общем-то, здесь очень плохой мяч. Он сдувается 5 секунд. Я только что надул живот. Не знаю, с каким я буду играть, но у меня есть, в принципе, еще один маленький. Но он маленький. Хотя для одного человека вообще, я думаю, без разницы. Сейчас покажу, что у меня за маленький мячик есть. А вот и этот маленький мячик, чтобы вы понимали по размеру. Вот нормальный мяч, а вот маленький. В принципе, им тоже можно чуть понабивать. Да и места много не занимает. Ладно, возьму его. В таком случае, ради какого-то мячика, маленького, я не буду брать рюкзак. Вот так вот засунула. Посмотрим, что из этого выйдет. Не потеряется ли он. Могла я вам не показать. Это по-настоящему чудесное место. Здесь растет много клевера, ромашек. Это мышей на маленькой речке. Еще я засняла красивую пчелку, которая окружила около ромашки. Вы все сами увидите. А вот и футбольная площадка, про которую я говорила. Так, припарковали свой велосипед. Супербольшой мячик. Ну, просто попинаюсь. Само собой. Ручку. Ручку. В общем, я тут немножко поиграла, как вы видели. И поеду дальше на своем велосипеде в дальние-дальние страны. А теперь я накатался, встал, футбол наигралась, поджималась, все понаделала. И надо как-то облиться. Освежиться. Освежиться, правильно. Поэтому, так как бассейна у нас нету, то у нас есть шланг. Опа. Так, а это что у нас? Алина. Извиняюсь. Накупалась, накаталась. А теперь можно позагорать на своем шезлонге и почитать книжечку. Мой сегодняшний ужин. Приятного аппетита. У меня появилась ручная муха, и я ее даже назвала Аксеной. Она ползала по мне и не боялась, что я ее прихлопну. Вот такие вот у меня дела. Аксена улетела. Ее больше нет со мной. Ну и ладно. Зато пойду пить кофеек. Сегодня было очень стыдно, я смотрю. Ну, спряталась под руку. К маме. Да, выглядит как будто ей стыдно за что-то. Спрятала голову. Да, что-то она творила. Знать бы что. Мы решили чуть-чуть прогуляться, и я надела свою зимнюю старую куртку. Она мне так нравится. Это вообще была самая моя любимая куртка. Такая розовая, яркая. Такая, что мы хотим с мамой купить безрукавку. Очень сильно хотим. Мама говорит, что хочет бежевую, правильно? Да. Почему ты хочешь именно бежевую? Ну, потому что она будет по всему подходить. Или белую, светлую. Да, ну, чтобы ко всей одежде. А я почему-то представляю в своей голове, что она будет какая-нибудь яркая. Ярко-синяя, ярко-голубая, ярко-розовая. Вот как эта куртка. Ой, теперь обязательно в Питер поедем, и будем выбирать себе безрукавки. Или по-другому говоря, жилетка. Вот такой вот трактор проезжает. Тут такие большие машины ездят, даже страшно иногда бывает. С Милой напросил. Вовремя-то решила. Мила нюхает травку. Что-то ей понравилось. И хвостом виляет. Очень рада, что пошла с нами. Впереди паровозы бегают, правда. Даже в городе такое редко бывает. Обычно она в городе либо рядом с нами ходит, либо сзади плетется. А тут, о как. На 5 метров от нас убежала. По такой тропинке мы гуляем. Дышим свежим воздухом, потому что он здесь... Правда, такой прям воздух чистый чувствуется. Дыши-дыши, в городе уже такого не будет. А мы тут на целую неделю. На самом деле, это подарок такой для меня. Целую неделю на даче. Ну, я не могу сушить для меня подарок, но... На 2-3 хватит. Не, на 3. Только 3 дня? Прошло-то уже... Два. Два. Ну, приехали мы в воскресенье вечером, поэтому... Да, не считается. Ладно, соглашусь. Ну как, у нас был насыщенный день воскресенья. Топили печку всю ночь. Ну, как мы, мама. Поэтому ты можешь считать его как полдня. Ты можешь считать его как полдня. Да ладно, погода хорошая, прекрасная. Не, нормально все, да. Нам в этом плане очень повезло. Полдня валяемся на солнышке. Полдня гуляем. Блин, клубничка собирала. Опа, стреляют. Ну вот, как я и говорила, Мила уже идет сзади. Когда мы решили идти в обратное направление, она решила не брать инициативу в свои руки и не идти вперед. Вот идет мама. А вот Мила. Как будто бы наоборот. Как будто Мила гуляет с мамой. Мила. Пойду покажу своих любимых головастиков. Они там на дне, видно чёрную массу, это всё в головастике. Мы часто сюда приходим и можем просто посидеть на пирсе, помочить ножки. Ой, как уже прополз много слезёк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!